Приветище! Сегодня мы поиграем в игру Тыква-Джек. Давным-давно в королевстве Арк-Эн-Сельдем все жили в мире и согласии. Люди, животные и птицы. Даже милые маленькие крольчата. Это было время процветания, не предвещающее войн, голода и катастроф. Было так мучительно скучно. Настолько скучно, что даже сам дьявол помирал со скуки. Дьявол мечтал о войнах, чуме, мучениях вселенского масштаба. Он разработал небольшой план, призванный сделать жизнь в королевстве немного более интересной. Дьявол наслал проклятие вечной ночи. Могущественное заклятие, призывающее безумных, бездушных и бессердечных монстров по всему миру. Монстры уничтожали города, дома, садовые туалеты и деревеньки в королевстве. Это было прекрасно, но, почему-то, людям нравилась их безопасная и скучная жизнь. Им не пришлись по душе мерзкие монстры, нападающие на них и раздирающие их на части. Они призвали своего защитника, великого волшебника, волшебника, способного снять проклятие и овладеть силой дьявола. Он оставил свою роскошную башню и исследование, чтобы найти силу, необходимую для снятия проклятия вечной ночи. «Чудно!» — сказал дьявол. «Посмотрим, кто кого». «И кто знает, возможно, такого веселья мне и не хватало». У дьявола был свой защитник, призванный помешать волшебнику. «Скупой Джек!» «Величайший обманщик и мошенник, чей неупокоенный дух обречен бродить по миру». Дьявол поместил душу Джека в тыкву и предложил сделку. Он пообещал простить грехи Джека и пропустить его в загробный мир. А взамен он дал Джеку простое задание. «Найди волшебника и уничтожь его». «Ну вот, собственно, и я. Горящая тыквенная башка. Душа в теле. Я даже не знаю, кто это. На чучело вроде не похоже, да? По крайней мере, мы умеем бегать. Это здорово. Здорово, что у нас вообще есть ноги. Кроме как прыгать, я больше ничего не умею. О, ворон, смотри. Хм, до чего докатился этот мир. Дьявол не преувеличивал, когда говорил, что здесь повсюду смерть и разрушение. Вода. Плавать умеем? Не, походу, не умеем. Но зато мы можем возродиться. Так великий Джек пал в первый раз. Ну чё, пацаны, пойдём снова попробуем искупаться или чё? Рискнём? Да не, я пошутил. В принципе, это поддаётся объяснению, почему я не умею плавать. Потому что я из дерева, соломы и тыквы. И что его не устраивает? Сдался ему этот назойливый волшебник. Ещё и избавиться от него хочет моими руками. И вообще, что это за волшебник, от которого дьявол не может избавиться сам? Ну да, логично. Смотри, кцауа сидит. У-ху-ху, посмотри, кто соизволил явиться. Твоей тыкве мост-то хоть не высох. Люди умирали из-за меньшей грубости, птица. Наглый, непокорный. Не лучшее ты производишь первое впечатление, Джек. Кто ты? Откуда ты знаешь моё имя? Я слуга дьявола. Он прислал меня, чтобы следить за тобой. Дьявол не забыл, что ты тот, ещё плут. Он тебе не доверяет. Главное, не путайся под ногами. Иначе на обед у меня будет птичье мясо. О-хо-хо-хо, не забывай, кому ты обязан своим новеньким телом. Так, пора тебя кое-чему обучить. Обучить? Ты меня за идиота держишь, что ли? А кто многие века был без тела? Давай-ка разомнись. Тебе нужно освоиться в своём новом обличье. Прикольно. У нас есть сотоварищ. Сова. Ну и как мы будем разминаться? Чё делать-то? Рассказал бы хоть. Чё ты думаешь? О, котёл! Котёл с зелёным дымком. Отпей из этого котла. Первичный бульон не даст твоему телу развалиться. Нифига себе, то есть я ещё и развалиться могу. Печально. А ты знал, что можешь совершать двойные прыжки? Нет? Вот дурень, у тебя же волшебное тело. О, черепок. В некоторых культурах черепа воронов приносят удачу и защищают от зла. А, так это ещё и череп ворона был. Значит, будем их собирать. О, смотри, ещё один. Шикарно, уже два есть. Получается, у меня двойная удача. Я теперь реже должен вздыхать по пустякам. Ну, типа, как упасть в воду. Вот, например, здесь вода, смотри. Та-дам! Получилось. О, ещё один черепок. Их, блин. Не получилось собрать. А так хочется. Какая-то жадность во мне проснулась. Хотя я же, типа, грешная тыква. В общем, мы возвращаемся, чтобы собрать черепок. Грешная тыква, которая бегает по земле и собирает черепки. Вот, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, вот, чуть-чуть. Чуть-чуть оборотик сейчас сделаем и... Да! Теперь у меня три черепа. Это значит, что я втройне удачлив. Пойдём-ка выпьем, чтобы не развалиться. Так-то лучше. Ну и хорошо. Снова вода. Разберись и дважды прыгни через реку. Сова теперь постоянно будет комментировать всякие глупости, или нет? У-ху-ху-ху, совсем неплохо, Джек. Как же здорово снова брести тело. У меня есть руки и ноги. Отныне придётся использовать их по полной. Впереди тебя поджидают монстры. Хотя не думаю, что будет сложно отбиться от них. Что ж, я всегда рад настучать кому-нибудь по тыкве. Но почему они на меня нападают? Никто не объяснил им, что мы на одной стороне? Им нечего объяснять, Джек. Большинство монстров безмозглые и злобные существа. Они друг друга едва различают, не говоря уж о тебе. Тыквы или нет, в первую очередь ты человек. А им большего и не надо, чтобы на тебя напасть. Так вот, на чего я понадобился, дьявол. Ему нужен кто-то, кто умеет думать. Наш враг умён, Джек. Дьяволу нужен кто-то, не уступающий ему в интеллекте. Понятно. И он не будет против, если я вырежу его монстров. У-ху-ху, они ни на что не годны. Делай всё, что считаешь нужным. Только выполни задание. Не парься, Сова, всё будет нифига себе. О, уклонение, шикарно. Теперь преодолевать препятствия будет намного проще. Короче, Сова немножечко перебздила за меня, но всё будет нормас. Грохнем волшебника в лучшем виде просто. Ох уж эти дьявольские проделки. Это что тут, за птичий отряд? О, она вернулась, вернулась. Спасайтесь, летите без оглядки. Опять птицы, пропустите меня, иначе я щипаю. Не подходи, пугало, у меня есть когти, я не побоюсь пустить их в ход. Я не простой пугало, я Джек, величайший из когда-либо живущих разбойников. П-п-погди, у него есть ноги, у пугал не бывает ног. Да и голова его не набита соломой. Видите, я не пугало. Дайте пройти, глупая воронё. Не спеши, в кой-то веке преимущество на стороне пернатых. Мы пропустим тебя, Джек, если ты взамен поможешь нам. Одина на вас нет, чего хотите? У сарая неподалёку часто появляется пугало. Оно уже давно не даёт нам покоя. Всему вороньему роду угрожает опасность. И вы хотите, чтобы я избавился от этого пугала? Да-да-да, я тебе даже в этом помогу. Мои крылья быстры, а клюв остр. Хм, поддержка с воздуха точно не помешает. Ладно, птицы, договорились. Ура, смерть злодея из соломы. Вперёд. Сову в топку, теперь у меня есть ворон. Настоящий напарник, который будет помогать мне с воздуха. За дело, Джек, полетели. Нифига себе, он клювом сшибает мне вот эти доски. Мощный ворон. Так, снова выпьем, бахнем, пряхнем своим деревянным телом. По-моему, мы уже к какой-то деревушечке подошли. О, нифига себе, мертвяки. Мертвяки, ты посмотри, черепки, которые стреляются огнем. Дайте мне тоже такую способность, а? О, лопатка. Так посвечена, как будто она такая эпичная. Она вся прожавела, ну хоть какое-то оружие. Крутяк. У меня теперь есть меч. Ну, то есть лопата, которую я могу теперь махать, как мечом. Ну чё, неплохо, чучело мы избили. Надеюсь, я также буду избивать нежить. Возьмем черепок. Четыре черепа. На удачу. Шикарно. Выбей дверь, Джек. Вложи в удар весь свой вес. Ещё один черепок. Смотри, всего можно собрать 20 черепов. У меня есть 5. О, кстати, наверное, про эту дверь говорил Ворон. Снова надо бахнуть. Зелёные травы. Жизнь прекрасна, когда есть зелёное пойло. Это правило относится только к деревяшкам с тыквой. Чё-то мы куда-то наверх... О, череп сверху. Чё-то мы постоянно куда-то наверх сбираемся. Всё, выше и выше. Шестой череп, шикарно. О, это же зомбари. А не, это скелетоны. Я не тоже плют за какой-то зелёной фигней. О, это отрава. Я такую отраву пью, а если в меня черепчети пуляют, то мне больно от неё. Понятно. Сейчас, короче, наваляем этим глупцам. Нежитейским. Блин, прикольно, что я играю, знаешь, не добрым каким-то персонажем или героем, который спасёт весь этот мир, а злодеем, который погубит весь этот мир. Это просто очень... Немыслимо. Разбейте объекты, чтобы восстановить здоровье в трудную минуту. Спасибо, Ворон. Мне как раз сейчас это нужно было. О, да. Здоровье пополнили. Продолжаем наше путешествие. Снова черепки. Черепки, конечно, изничтожать очень кайфово нашим другом Ворон. Ворон фас. И нет черепка. Здорово, гнильё. Чё как, жизнь гниющая. Косточки-то вроде нормальные. О, третий вылез откуда-то. Четвёртый. Тут целая западня. Как бы они меня тут сейчас не ушатали толпой-то. Ху, вовремя я лопату нашёл. Без неё бы точно огрёб. Восемь черепков у нас в запасе. Интересно, куда их пихают? Втыку, что ли? Чё? Пополняем запас ХП. И снова полезли. Полезли скакать. Сколько тут прыгать-то придётся. Так. Ай-да-та-та-ра-та-та. А внизу вода. Чё-то восемь черепков у меня как-то угораздило упасть. Ништяк. Кажется, есть выход из этой ситуёвины. Да! Я думаю, что мы всё-таки выберемся. Мы же очень умная тыква. Недаром нас дьявол послал. Шикарно. Блин, а там, по-моему, нету такой досочки. Смотри, тут нету. Ё-ё, я сейчас упаду. Чёрт возьми, я опять сдох. Так, великий Джек пал второй раз. Чё-то какие-то глупые у меня смерти вообще. Две смерти и две из них я утопился. Суицидник долбанный. Ладно, сейчас всё будет пофинчую. И раз. И давай сейчас будет вот так вот. Ну вот, блин, просто вообще элементарно. Как я не допрыгнул тогда? Короче, я поторопился вообще, видимо. Просто наиглупейшим образом сдох. Хотя, хотя, я уже дохлый. Я просто вселился в эту тыкву. Точнее, меня дьявол запихал в эту тыкву. Неуклюжую тыкву. Снова фермочка. Ой, черепки, пожалуйста. Сколько черепков. Одно удовольствие эти черепа вышибать вороном. Просто капец как. Лежить вылезла. Ну здрасте. Давайте потанцуем. Надо не забывать уклоняться. Надо уклоняться. О, они, по-моему, друг друга могут. Только что в одного скелетона прилетел снаряд, и он развалился. Шатал я ваши кости. Воронья на вас не хватает. Жалко, у меня всего лишь одна птица. Все, наконец-то всех выстегнул. О, смотри-ка. Сова, давно не виделись. Хм, а твоего тела здесь толку не будет. Выскочи из него ненадолго и загляни внутрь. Выскочить из тела? Ну да. Твое новое тело лишь бренная оболочка. Используй свою голову. У-ху-ху. Постой. То есть ему может сорвать башню? Фу, это отвратительно. Захлопни клюв, птица. Скорее, Джек, оставь свое тело и пораскинь мозгами. У-ху-ху. Фига себе. Вот это я могу. О, я реально себе башку свернул. Едрить колотить корни в мою тыкву. Ты видал, там башка просто с корнями. По всей видимости, тут какая-то головоломка, и нам ее нужно решить. Ты можешь использовать свои корни, чтобы двигаться, прыгать и атаковать. О, боже, меня сейчас тошнит. Давай-ка только без этого, Ворон. Не надо тут, чтобы тебя тошнило. Блин, ну прикольно, что я могу хотя бы башкой так перемещаться. Сюда не допрыгнуть. О, там еще один рычаг. Давай-ка сюда запрыгнем. И дергаем. Давай, клешнями своими. О. Платформа опустилась, и мы можем... О, я могу еще эти двигать. Смотри, коробки. Нам же Ворон об этом говорил. Коробочку сюда. Лифт поднимаем. Ну-ка. Ништяк, кажется, мы сейчас запрыгнем. Есть! Мейтинг комплит. Ништяк. Сизам, откройся! Ворон сказал эту фразочку, как будто это он открыл эти ворота. О, ништяк! Бухнуть можно. Зеленая жижа придаст мне сил. А что еще нужно, когда принял персил? Ну и что тут? Есть кто дома? О, конечно есть! Зеленые скелетоны, которые вечно блюют зеленой фигней. О, тут крысы! Смотри, какие страшные, стрёмные крысы. Нифига сих тут... А, вон там их домик есть. Надо его, наверное, сломать. Они с этого домика вылазят. Ханат домику! Ну да, все, крысы не лезут. А вон черепок, смотри. Черепочек, девять черепков. Удача так и прет из моей тыквы. Походу нам вниз. Есть тут еще черепки. Конечно же есть, смотри, как он блестит. Краснющий такой. Десять черепков. Еще десяток, и у меня будет двадцатка. О, там еще, смотри, красным чем-то отдает. Тоже где-то черепок, что ли, есть? Черепки, выходите. А, он, походу, с той стороны. Ладно. Опа! Вот это я промахнулся. Мы снова на коробке. Хотел сказать, мы снова на коне, но мы же на коробке, правильно? Теперь сюда. Вон он наш черепочек. Тут вроде ничего больше нету. А, это не тот черепок. Это злобный череп, который в меня плюется постоянно. Крыски, крыски, привет. Домику вашему хана. Вот же как бывает, да? Вроде бы ты плохой парень. Тебе другие плохие парни должны помогать. А нифига, они тебя просто мочат. Они типа думают, что ты круче, чем они. И поэтому, поэтому они нападают. Усо, зона зачищена. Думаю, что можно дальше идти. О, баночки-скляночки. Тут что, химией, что ли, занимался кто-то? Черепочек. Одиннадцать черепков. Уверенно набираем удачу. Ну что, где все? Почему на меня никто не нападает? А, вот как добраться-то нужно было до этого черепка. Хо-хоу. Шикарно, у нас теперь их двенадцать. Двенадцать черепков. Ну что, теперь только туда. О, там котел есть. Сейчас бахнет зелененькой жижи. Ну все, почесали дальше. О. А что тут дверь закрыта? Что за тупик? О, западня. Огонь. Мы горим. Ой-ой-ой, Джек, кажется, ты опрокинул свечу. Это не я был, это скелет. Вон тот тупица. Блин, тут, смотри, сено. Короче, о, все. Все, весь сарай загорелся. У меня сейчас здесь кранты будут, я вместе с сараем сгорю. Абзаца был полный. Чувствуешь запах дыма? Ясень пень. Надо уносить отсюда крылья, Джек. А я что делаю? По тапкам. Бежим. Беги, Джек, амбар рушится. Кто бы мог подумать, что солома и сено так легко воспламеняются. Действительно, ты же не играл никогда со спичками, Ворон. Ой-ой-ой. Главное, жопу не запалить. Главное, жопу не запалить. А что жопа? Я же сам весь из дерева. Главное, деревяшечки свои не спалить. Ворон в тему помогает. Доски мне опускает. Ты посмотри, какой бездонный амбар. Внизу просто адское пламя. Вот странно, почему я боюсь огня? Я же вроде бы из при сподни там всегда жарко и огненно. А, ну да, точно. Я же там при сподни-то душой летаю. А тут-то тело есть бренное у меня. Ну что, вроде хорошо идем. Пока все хорошо. Надеюсь, не сгорим. Мне кажется, что там вон финалочка уже. Пора бы заканчивать забег. Ну да, походу выход. Ура! Ура, вышли, вышли. Ну, это было самое настоящее огненное шоу. Ого, Джек, ты тут все разнес. А этого жуткого пугала не видать. Может, оно ушло в поле? Может, и ушло. Будь я пугалый, я бы от такого огня подальше держался бы. О-о-о! Я скучал, я скучал. Да, кого я обманывал. Достали меня эти уже черепки, плюющиеся огнем. Уже бы что-нибудь новенькое. О, черепок. Обязательно заберем. Четырнадцать черепков. Вот это я могу. Вот это я даю. Видимо, больше тут ничего нет. Смотри-ка. А вот и чучело. Кто здесь? Покажись. Вот оно. Кар, оно нас убьет. Не накаркай. Это же самое обычное пугало. О, оно меня видело? Прошу, скажи, что нет. Только посмотри, кто пришел. Пташка, а ты за добавкой? О, оно увидело меня. Летим, летим, летим. Смотри, перья не обмочи. А ты сейчас упрыгаешь отсюда. Я слышал, что ты тут околачиваешься, Джек. Мы, глупые монстры, дьяволу больше не нужны, да? У меня своих дел хватает, пугало. Если будешь мне мешать, разведу из тебя костер. Дьяволу хватает наглости доверять работу не нам, а какой-то своей нравной душе. Раз так, мы покажем ему, что вы, летишки, ни на что не способны. Ни живые, ни мертвые. Я похороню тебя здесь заново, мерзавец. Ну, давай, попробуй. Как я уже и сказал, я пущу тебя на костер. Соломина, это фигня. Отхватил? Оп-оп-оп-оп-а, я тоже отхватил, смотри-ка. Фига себе, как ты умеешь. Он еще и под землю ныряет. А-а-а. Мощное чучело, мощное. Не зря ворон его боялся. Ну, мне-то вообще на него пофиг. Как два пальца об асфальт. Ах ты хейтрюк, ты еще и летать умеешь. Момент настал, ворон. Твой выход был. Ну, красава. Походу, это все. Все, на что способна эта чучела. Короче, он прыгает, вызывает нежить и стреляет своими иголочками какими-то. Эх, мне бы оружие получше. Ты с лопатой далеко не убежишь. Вон, топорик на башке чучела. Я бы его... Что, все? Я шатал чучела. Копье дали. Или это крюк какой-то? Ништяк! Ну что, на сегодня это все. Если понравилось, то есть тебе лайк, подписочка, если ты еще не подписан. А я прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео.